Библейский портал экзегет.ру представляет закрытого сада, в который проникает возлюбленный для того, чтобы насладиться его ароматами и вкусами. И с точки зрения аллегорического или символического толкования это все история, как мы знаем, о соединении Бога и человеческой души либо Бога и Церкви, Ветхозаветной, Новозаветной Церкви, в которой тоже есть место для чего-то такого, о чем прямо не скажешь, какого-то единения на глубинном мистическом уровне, о котором можно говорить лишь в ярких, красивых образах. И лучше тоже не особенно много говорить, потому что это такая вот область, как и область соединения двух любящих людей. Всегда ли так будет? Всегда ли этот порыв, всегда ли это пламя любви, объединение двух любящих сердец и двух тел, или соединение Бога и любящей его человеческой души будут такими же удивительными, как в этот первый их день или первую ночь? Я пришел в свой сад, о невеста, сестра моя собрал миру и благовония, отведал меда и сот, вина выпила молока. Буднично так. Не, ну хорошо, когда есть сад, куда можно прийти, там и покушать, и выпить, и понюхать, да? Ну, это уже такая привычка, да? Это уже что-то такое, что кажется самым обычным. Ешьте, влюбленные, да пьяна пейте ласки. Такой хор вступает, да? И тут ее монолог. Я сплю, а сердцу не спится. Слышу, стучат, это милый. Открой мне, сестра, подруга, голубка моя несравненная, ночная роса на моих волосах, кудри мои намокли. Такая тоже красота образа. Вот, с одной стороны, он продрог, он ночью ходил, он, наверное, не очень тепло одет. Я уже без рубашки, что ж, опять одеваться. Я ноги уже помыла, что ж, снова их пачкать. Привыкла, уже ничего не нужно, уже и так хорошо. Лень встать с кровати, чтобы открыть дверь тому, кого она только что вот просто в четвертой главе вот с трепетом пускала в свой запретный сад. Милый руку просунул в щель, мое сердце затрепетало. Возможно, имеется тут дверная щель, куда он как-то просунул руку, чтобы откинуть этот крючок. Мы не очень хорошо себе представляем устройство этих замков на древнем Ближнем Востоке больше двух тысячелетий назад. Я пошла открыть милому, и с рук моих мир окапало. Лучшее миро с пальцев, прямо на ручку засова. Миро — это благовоние. Здесь оно, конечно, как некий символ вот этой любовной ласки, как вот символ того, что с ними происходит в этот момент. Все-таки она передумала, да? Все-таки она решила его пустить. Милому ее открыла, а Милый уже ушел. Ну, сколько можно ждать? Ну, постучался. Она говорит, а я уже разделась, я уже ноги помыла. Че теперь опять босиком шлепать к двери? Да ну тебя. Я бы тоже обиделся на его месте. А Милый уже ушел. Он исчез. Сердце у меня оборвалось. Искала, не находила его. Звала, он не откликался. Мне повстречались стражники, которые город обходят. Помните, она уже встречала их там, где она его искала. Она еще спрашивала, куда он делся. И потом она его нашла, как только от них отошла. А здесь все будет иначе. Мне повстречались стражники, которые город обходят. Избили меня, изранили. Сорвали с меня. Покрывало стражей стен городских. Почему это вдруг они так с ней грубо? Ну, видимо, потому что это не про стражников как таковых. Хотя понятно, что человек с оружием может вести себя очень грубо. Особенно, если он бесконтролен. На ночном городе нет над ним начальников, пока никто не видит. Но это ведь история про то, что эти двое привыкли друг к другу. Они как будто перестали ценить каждый миг вместе. А в четвертой главе просто трепетали. И им уже можно друг без друга. Они уже не нуждаются друг в друге. И они беззащитны. И поэтому, когда она его ищет, в этот-то самый момент на нее нападают некие враги. Аллегорически нетрудно объяснить, как это было. То есть какие-то злые духи, которые нападают на человеческую душу. А кроме того, ну, а если даже понимать это буквально, представьте себе, ходят вот эти вот ребята в ночном дозоре. Такие простые воины. Им навстречу какая-то девчонка выскакивает не очень одетая, встрепанная какая-то вся, встревоженная. Они ее приняли за девушку легкого поведения, судя по всему. И обошлись с ней довольно грубо. Заклинаю вас, девушки Иерусалима, если вам попадется милый, вот что ему скажите, больно мне от любви. Вот ей без него больно. Она его не впустила. Она поленилась встать ему, открыть дверь. И теперь она терпит гораздо худшие мучения, чем просто чуть-чуть испачканные ноги. А девушки спрашивают, чем твой милый так уж хорош, что красавица есть красавица. Чем твой милый так уж хорош, что ты с нас берешь эту клятву. Да мало ли парней вокруг. Мало ли богов вокруг. Мало ли религий. Мало ли ценностей, идей, представлений об этом мире. За чего ты в этого-то вцепилась. Живи, как живется. Суметь объяснить, почему именно он. Довольно трудно, когда ты любишь. Мой милый белый румян, краше десяти тысяч. Голова его чистое золото, кудри соцветия пальмы. Черны они, словно ворон. Его глаза точно голуби у потоков воды, купаются в молоке, возле пруда сидят. Вот тоже интересная особенность эти образы. Там же, где описывались зубы, как овцы, например. Волосы, как стадо коз. Очень живые образы. Вот эта библейская поэзия, она не статична. Допустим, в нашей поэзии мы скорее бы сказали, что зубы на жемчуга похожи. А тут овцы, они живые. Зубы же живые, между прочим. Они движутся, мы без них жевать пищу не можем. Глаза тоже движутся постоянно. Вот они, голуби, которые купаются. Представьте себе купающиеся голуби, да, как они в эту лужу садятся. Тем более, даже не вода, в молоке они купаются. И вот так трепещут немножко и глаза же, они подрагивают все время. Они живые, настоящие. Его щеки бальзамовые рощи, где растут благовония. Его губы чашечки лилии, лучшая мира с них капает. Но вот мир — это самое благовоние все время. Такой образ любви. Его руки словно золотые колонны, усеянные топазами. Его живот — пластина слоновой кости, украшенная лазуритом. Его ноги — алебастровые столбы на золотых постаментах. Он подобен ливанскому лесу, великолепен, как кедры. Его небо услады, и весь он отрады. Таков-то мой милый, таков любимый девушки Иерусалима. Сразу узнаете, как только увидите, правда? Нет, конечно, это не описание для розыска пропавшего человека. Это описание того, насколько он прекрасен для нее. И вот он куда-то ушел, он куда-то делся. И что-то с этим надо сделать, и надо его где-то найти. И как это сделать? Объяснить это аллегорически очень просто. Человек теряет Бога, он привыкает к Богу. Он привыкает к жизни с Богом. И в какой-то момент он ленится встать с кровати, надеть рубашку, ступить ногами на пол. Вообще-то пола подмести можно, чтобы не пачкать лишний раз ноги. И впустить Бога в свою жизнь. И впустить любимого. На этом, конечно, книга не кончается. Их встреча еще состоится. Субтитры создавал DimaTorzok